Ездить по небольшому поселку в приметной машине и с масками на лице. Похитители детей в Кленовке, судя по всему, выдающиеся конспираторы. Их покушение на подростков 15-летнего возраста и вовсе вызывает недоумение. Аналитики задались вопросами, кто сеет панику, кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Крыму. Это страх, это нагнетание паники, чтобы народ убоялся. Подоплекой может быть получение вот такого негативного отклика и актуализация недоверия к власти. Это очень такие серьезные вещи. Поэтому, когда идет нагнетание, что пропадают дети, оно не случайно. Кленовке все на эмоциях. Ольга Пунта до сих пор не может успокоиться. Рассказывает, как ее 15-летний сын прибежал домой и сообщил, что его пытались похитить. Неизвестные в масках предложили ему прокатиться на машине. А когда он отказался, водитель пытался силой затащить его внутрь автомобиля. Он отказался. Его схватили за руку. С водительской стороны водитель схватил за руку. Он дал ему морду, потому что он такой высокий, у меня занимается спортом. Дал ему морду и бежал домой. Тут вроде как бежать недалеко. Муж был дома. Он сел за машину, поехал прокатиться, но никого уже не нашел. Люди были в маске. Их было два. Пассажиры, водитель. Они были в масках. Это уже второй случай в Кленовке. В субботу вечером 14-летний сын Анны Кольчук гулял с друзьями. А когда возвращался домой, заметил, что его преследует машина. Машина начала ехать за ним. Выехала со Степной улицы. Сначала выключила свет, потом светодиоды. И он уже понял, что что-то не то. Начал ускоряться. И она, соответственно, начала быстрее за ним ехать. Он побежал, скрылся у тети во дворе. Ну, минут 20 прождал. Они проехали до конца улицы. И вернулись и поехали вниз. По словам подростков, в обоих случаях их преследовала машина темно-синего цвета. Окна затонированы. На заднем стекле изображение собаки Питбуль. Сейчас в Кленовке местные жители своими силами патрулируют улицы поселка. Охраняют школу и детский сад. А родители сопровождают своих детей в учебные заведения. Село взбудоражено. Ситуацию нагнетает истерические сообщения в соцсетях и школьных чатах. Только что чуть ли не украли ребенка. Ребенок в шоке. Заметил только что, увидел темная машина, лица в масках. Ну, сразу разъехались по деревне искать. Ну, они что же, они дураки. Не получилось, сразу уехали. Созваниваемся. Вечерами, ночами патрулируем. Когда стемнеет, молодежь выходит, человек 15-20 тоже помогает патрулировать. Потому что по-другому никак. Родители подростков говорят, что уже проинформировали об инциденте правоохранительные органы. Написали заявление. В главном управлении МВД Крыма призывают не паниковать. И сообщают, что вся информация тщательно проверяется. Причин для беспокойства нет. Со своей стороны мы обращаем внимание на то, что если гражданам стали известны какие-либо факты о имеющих место, либо готовящихся фактах, любых фактах противоправной деятельности, необходимо в короткие сроки проинформировать об этом правоохранительные органы. В поселке работают следователи. Правоохранители разбираются, кто и зачем пугает жителей. Корреспонденты Хаберлер будут следить за развитием событий в Кленовке. Султанис Токаева, Иван Евдокимов, Телеканал Миллет.